Здравствуйте, меня зовут Огана. У меня вопрос, как избавиться от шапоголизма? Лишние деньги, идёшь сразу, вот у меня мысли, одежда или что-нибудь купить. Как избавиться? Сейчас, сейчас скажу. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотрите, все тараканы наши сильно проявляются в материальном в деньгах, в покупках, скрывается просто вот всё. Если ты начинаешь разбирать бизнес человека, как он живёт, сколько он тратит, вот все тараканы проявляются, вот прям можно смотреть. Когда у человека шапоголизм, это человек, который зарабатывает деньги в стрессе. То есть деньги равно стресс. И когда ты зарабатываешь деньги, тебе от источника стресса нужно избавиться. и ты начинаешь покупать всякую херню, которая тебе не нужна. И про таких людей говорят, твоё одевать, складывать некуда. Поэтому очень важно убрать стресс денег. Это раз. То есть, ну там, как-то выбрать эту работу и не ходить на неё, как на каторгу. Это то, что ты можешь сделать в своей голове внутри. Второй момент шапоголизма или траты денег, каких-то вот нерациональных покупок, это тогда, когда ты не можешь перескочить на новый уровень своего дохода. Это ты, когда зарабатываешь вот там тысячу долларов и упёрся в неё, и вот и так год, два, три, и не можешь всё выпрыгнуть. То зарплату не поднимают, то всем премию дали, а тебе не дали. Это вот твой потолок, потому что это твоя зона комфорта, больше тебе никто не даст. И такие люди, они себя начинают хвалить. Одну какую-нибудь фигню себе купили, вторую купили. И я очень часто про это вот говорю, потому что это действительно прям затык. Вместо того, чтобы покупать 100 вещей по 10 долларов, лучше купить одну вещь за 1000 долларов и умереть в этот же день. То есть, вещь должна быть ничтожно мала в твоём понимании. Чтобы это было очень дорого для тебя, для твоего мозга. Это часто, люди говорят, у меня нету столько денег, у меня есть всего 100 долларов. Купи трусы за 100 долларов и умрёшь в этот же день. Пукать страшно. Стирать нереально вообще шампунем их там. И тогда ты перейдёшь на уровень тот, который вот за гранью твоего миропонимания. Рвутся нейронные связи, три дня депрессии потом. Три дня ты не можешь ходить, спать, есть. Ты думаешь, нахера я их купил? В этот момент что происходит? У тебя тошнит, у тебя понос потом прорывает, тебя вырывает слабость. Что рекомендую? Сразу ползите в баню и лежите там, отмокайте. Почему? Потому что это очень большая нагрузка на физическое тело и очень большая нагрузка для твоего сознания. Это обрыв нейронных связей. Нейронные связи устойчивые создаются у нас в голове постоянно. И вот эта родительская опёка и родительские воспитания, оно у нас здесь садится в голове. И сломать его очень тяжело. Я как-то, знаете, было время, когда я иногда вводил детей в садик, ну, дочку. Короче, шла бабушка с внуком, и внук просил то ли конфетку, то ли машинку, я не знаю. И помните, вот детей раньше так разворачивали, я просто молодёжь сейчас так не делает, а меня так делали в детстве, я помню. Когда что-то хотят сказать ребёнку, а ребёнок движется в своём направлении, его берут за одно плечо и вот так дёргают, и тебя вот так это разворачивает. И, в общем, она его вот так развернула. И знаете, что говорит? Запомни, мы никогда богатыми не были и не будем. И это нейронная связь, которая у него может засесть так, что он никогда не станет богатым, или во всяком случае ему нужно будет побороть этот блок для того, чтобы выпрыгнуть. И это очень тяжёлая задача для человека. А может быть, наоборот она сыграет. Он скажет, нет, я буду богатым, и вопреки её установкам он станет богатым. Очень часто люди спрашивают, как сделать так, чтобы не нанести вред своему ребёнку своим воспитанием. Вы всё равно навредите, поэтому не парьтесь вообще. Главное, не бейте, главное, не издевайтесь над ребёнком, и всё. И не балуйтесь сильно, потому что когда у ребёнка истерики из-за того, что он что-то не получил, то это переходит потом во взрослую жизнь, и такие люди ведут себя как дети, даже когда они уже большие. А остальное можете всё наносить, говорить английский, иди в английский. У меня дочка говорит, папа, когда у меня будет детство, потому что я постоянно учусь. У неё действительно нет времени. Я говорю, вырастишь и будет. Вырастишь и будет детство. Сегодня воспитание детей, оно настолько усложнилось, и мы столько требуем от ребёнка, что мне казалось, что мы слишком много требуем. И я как-то ездил в Пензу, и в Пензе есть там деревня Тарханы, это там Лермонтов, Лермонтовская усадьба. Вообще меня очень сильно поразило, оказывается, они были олигархами, Лермонтов. Лермонтов оказался внук Столыпина, что ли, или какой-то, короче, это его дядя. И денег было очень много. Я всегда думал, в 27 лет он там, по-моему, умер, как он сделал столько много, и мы там вот ходим по усадьбе, вот он, это Лермонтов картины рисовал. Это когда? А его воспитывали так же, как мы сейчас своих детей воспитываем. Нарисование, на английский язык, теперь на французский, побежали на математику. Но у него было по-другому, к нему все приезжали преподаватели, у него день начинался там с математики и заканчивался живописью. И у него не было минуты свободного времени. Я так понимаю, скоро мы увидим, будем сталкиваться с талантливыми людьми все чаще и чаще, потому что воспитание вкладывается в очень много времени, денег, сил. И отчасти это хорошо, но ребенку надо отдавать отдыхать и какую-то свободу. Продолжение следует...